Русский язык и русская культура Русский язык и русский язык и русский язык позволения начнем с вас, потому что государственный праздник День русского языка установлен в 2021 году указом президента, но по инициативе коммунистов. Мы эту инициативу давно продвигали, несколько лет и продвинули. И это, можно сказать, говоря сегодняшним языком, такой важный плацдарм утверждений русского мира. Но, естественно, до полной победы далеко. Вот с каким настроением вы сегодня встречаете День русского языка? Я думаю, что это настроение вполне отражает известное стихотворение в прозе Ивана Тургенева. Все помнят, что наш язык великий, могучий, правдивый и свободный. Но они все помнят продолжение, которое написал Иван Тургенев. «Не будь тебя, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома. Но нельзя верить, чтобы его язык не был дан великому народу». Я, естественно, горжусь тем, что русский язык – это язык моего народа, моей культуры. Я убежден, что русская культура – одна из великих мировых культур, без всякого опасного патриотизма. Так думал не только я. Был такой знаменитый француз Поль Валери, который утверждал, что есть три самые большие культурные вершины человечества. Это, соответственно, античное искусство, европейское искусство эпохи Возрождения и великая русская литература XIX века. Но я точно так же видел, что во многих странах мира сейчас пытаются произвести так называемую отмену культуры, русской культуры, что фактически означает наоборот. То есть, извиняюсь, они объявляют культуру отмены, а на самом деле это приводит к отмене культуры. Я думаю, что мировая культура без русской, ну как бы это сказать, это большая потеря для всего мира, отнюдь не только для нас. Артур Леонидович, год назад, когда спецоперация была в разгаре и когда все это очень бурно обсуждалось, на наших центральных телеканалах как раз обсуждалась необходимость защиты русской культуры, русского языка. Это было в ответ на совершенно хамское поведение истеблишмента Запада и стран некоторых Восточной Европы, отчеркиваю, не народа, а именно истеблишмента. Но потом как-то вот эта тема ушла. Может быть, и на Западе тоже поняли, что русскую культуру ее так вот не отменить, не искоренить. Да и не везде эта тема популярна, мягко говоря. Ну и у нас как-то так тоже поуспокоились. Что вы думаете об этом? Ведь все равно они этих попыток не оставят. И нам надо наступать, нам надо продвигать русский язык, русскую культуру. Конечно, надо продвигать язык и культуру, но справедливости ради надо сказать, что уже вот эта волна русофобии, она как-то сначала пошла, а потом она все-таки стала ослабевать, потому что даже если брать, вот я работаю в сфере образования, брать ведущие мировые университеты, там уже даже ведущие профессора прекрасно понимают, что, например, курс мировой литературы или историю музыки без русской музыки, без русской литературы преподавать нельзя. Тем более, что, допустим, нельзя отменить таблицу Менделеева, имя Менделеева, и нельзя так также точно отменить другие открытия, которые сделаны русскими и советскими учеными. А что касается вообще вот всей этой самой ситуации, в том числе с культурой отмены, то мне это прежде всего вспоминаются слова Грамши насчет того, что гегемония буржуазии осуществляется не только контролем за материалем, но и контролем за духовным производством. На смену такого прямого насилия, которое было там раньше, оно и есть и сейчас, мы видим, как разгоняют демонстрации, там подавляют движение желтых жилетов, тех же во Франции, постепенно приходит структурное насилие, когда создаются законы, которые ограничивают возможности людей. Например, запрещаются те же самые символы, запрещается, например, возлагать цветы к мемориалам советских воинов, принимаются какие-то законы, которые ограничивают использование русского языка или использование тех же самых произведений русской культуры. Но самое главное, чем сейчас пользуются элиты, западные прежде всего, это культурно-информационное насилие. Идея здесь в том, чтобы любая информация, которая поступает людям, необходима, и люди принимают решения, исходя из оценки ситуации получаемой информации и культурных своих установок. То есть задача, чтобы фильтровать всю информацию, которая доходит до людей. Тем самым они просто могут о чем-то не узнать. Вот идея, во-первых, такая, чтобы о чем-то вообще не говорить, как будто этого нет. И, допустим, когда студенты что-то учат, если им вообще не рассказывать про Россию, то они вообще не будут ничего знать. Ну, кто-то сам, может быть, посмотрит, но кто-то не будет знать. И самое главное здесь даже не борьба, допустим, с русским языком. Да, можно запретить русский язык, но есть более такая глубокая вещь, это влияние на национальное самосознание, на идентичность и на ценности, которые транслируются с помощью языка. То есть задача так, переформатировать, переформатировать ценности, ценностной ориентации. Именно на это нацелено то, что мы сейчас называем войны памяти, реинтерпретация итогов Второй мировой войны, переинтерпретация исторических событий. То есть задача сформировать у людей другое мировоззрение или развернуть, переформатировать даже у более старшего поколения мировоззрение, чтобы люди стали по-другому оценивать события и, соответственно, относиться и к России, и к русскому языку, и к русским. Да, Алексей Павлович, но тем не менее, вот эта деятельность по отмене русской культуры, она продолжается, вот прямо сейчас, что называется, она может быть не такая вызывающая в странах Западной Европы, но в странах наших бывших союзников, типа там Польши, Чехии, допустим, или наших территориях, типа Прибалтики, Украины, которые мы сами, подчеркну, сами отдали на съедение американцам, вот там эта деятельность наиболее радикальна, и вот мы сейчас сидим, разговариваем, а в это время как раз в Польше сносят очередной памятник нашим русским воинам. Вот что с этим делать? Как государство должно на это реагировать? Я вам напомню, что с точки зрения адекватного материального понимания всего сущего, труд сознания и язык неразрывны. Они работают в общей всегда взаимодействии, и они всегда отражают наше с вами общественное бытие. И в разных системах общественных отношений эти пропорции дают нам разные результаты, дают нам разные показатели, культуры и всего прочего. И тут я бы все-таки, наверное, начал бы с того, что так произошло. Мы знаем, что в 1991 году мы отчасти сами отказались. И от идеи справедливого общества, и от идеи свободного труда. Вот это вот важная штука. Все с труда, понимаете? Язык сам Пси не существует. Абсолютно. И в результате мы стали строить потребительское общество, общество купи-продай, в котором язык является лишь механизмом, он обслуга. И в рамках этого торгашеского общества на первое место выступает всегда шелест купюр и банковских карт. И в этой связи то, что мы пытаемся ответить на вопрос, почему деградация, почему мы за последние десятилетия не наблюдаем прорывов там, там, там. Сам язык в этом не виноват. И на мой взгляд, то, что ведут себя там все эти поляки и все прочие, ну оно всегда так в истории было. И здесь, скорее, ключевая задача заключается в нас, чтобы мы опомнились. И чтобы мы все-таки возвращались к истокам, к нашим российским. А наши российские истоки и самый пик, это советское время, всегда демонстрировало что? Всегда демонстрировало, во-первых, мы всегда были подлинными. Мы давали миру лучшие образцы. Не важно, в культуре, в художественном, там, не важно. Но, к сожалению, мы это утратили сами же, свою во многом идентичность. И поэтому, пока мы не вернем идеальные, фундаментальные какие-то наши исторические вещи, у нас, к сожалению, так и дальше это будет происходить. Замечательный наш великий историк и археолог Валентин Лавренчьянин однажды заметил, что дерево с корнем можно вырвать, в принципе, вырастет другое. А вот с историей, с языком так не работает. И если вы сами отворачиваетесь от своего, всего накопленного, нашей истории, нашей культуры, мудрости, то вы неизбежно получите совсем другое. Олег Николаевич, пять лет назад вы выступили с инициативой перевести советское культурное наследие в общественное достояние. Но уже некоторые переводят его в свое достояние. И на шедеврах советской культуры наживаются совершенно конкретные люди, получают за это большие деньги. И даже олигархический класс, советский символ, сейчас как-то начинает использовать вот в свою пользу. А на ваш взгляд, что осталось сейчас в России от советской культуры, хотя такое впечатление, что она еще больше востребована, чем, допустим, лет 10 назад. И как мы должны этим богатством распоряжаться? Начну с того, что действительно наследие советской культуры сейчас востребовано, пожалуй, больше, чем было. По одной простой причине. Всякая власть ищет основы своей легитимации. И, к сожалению, после советской власти особенно ничем похвалиться. Я извиняюсь за, может быть, не совсем корректное заявление, но смотрите, когда начинались военные действия, не было беспилотников у нас и не было беспилотников у Украины. Сейчас у нас их по-прежнему нет, пользуемся иранскими, а украинские долетели до Москвы. В чем это говорит? Это говорит о том, что либо не хватает инженерной мысли, либо совершенно разрушены производственные основы, либо, соответственно, не хватает политической поли. Что в таких условиях делать? Естественно, пытаться использовать советское наследие, но странным образом. Понимаете? У нас вроде бы советское наследие есть, а Советского Союза не было. В очередной раз драпируется Мавзолей. Посмотрите, как высказывается современная политическая элита. Она вся ориентирована на досоветскую Россию. Я ничего против не имею. Досоветская Россия были великие культурные достижения. Та же самая великая русская литература 19 века. Но делать вид, что не было советской эпохи... А я разделяю мнение Александра Зиновьева, знаменитого философа, что при всех наших колоссальных проблемах и трудностях советский период – это высший взлет в развитии нашей страны. Поэтому пытаются использовать, в частности, опираться на великую победу, но делая вид, что здесь советская система, те же коммунисты и комсомольцы вообще ни при чем. Так не бывает. Нельзя оторвать половину истории и делать вид, что не было второй половины. Поэтому, я думаю, что нашему народу надо понимать, что все, что сейчас выдвигается как наше достижение, в том числе и великая победа, – это достижение именно советского периода. Артур Леонидович, язык – это тоже инструмент, в том числе и экспансии. Он может быть тоже, в том числе и оружие. И в этом смысле английский язык – он как раз инструмент экспансии, инструмент, я считаю, инструмент неоколониализма и оружия. И мы воюем со странами НАТО, прежде всего США и Великобритании, а не с несчастной Украиной. И у нас, наверное, количество вывесок английских больше, чем в любом другом европейском городе. Там в Европе этого не найдешь. И, опять же, засилие просто английского языка в школах. Вот тут один депутат предложил как-то ограничить хотя бы. На него там начали накидываться и плеваться. А зачем нам сейчас английский язык? Вот пусть его учат кто-то там вне школы, за деньги, кому он нужен. Вот, тем более, кстати, вопреки распространенному заблуждению, не такой уж он и простой. Вот, сейчас английский язык – это язык неоколониализма. Надо отдавать себе отчет. И, может быть, по крайней мере, ну уж если его не запрещать, нет. Ну, по крайней мере, хотя бы не поощрять. Хотя бы здесь остановить вот эту культурную экспансию. Ну, надо, конечно, посмотреть, почему так оно произошло. Почему именно английский язык стал таким языком. Мы знаем, что вот такой лингва-франк или язык, на котором общалась сначала интеллектуальная элита, или политическая элита, международная элита, он менялся. Когда-то, там, тысячу лет назад, это был латинский язык. Когда вся Европа говорила, если ты хочешь поехать в другую страну Европы, учиться в любом университете Европы, нужно было знать латынь. Поскольку все преподавание велось нам на латыни. Потом, со временем, французский язык занял такое место. Мы знаем, что, например, Пушкин большую часть своих писем писал жене на французском языке. Поскольку по-русски она говорила хуже. Потом, в конечном счете, в 20 веке, поскольку Соединенные Штаты стали таким мировым экономическим лидером, стали свою экспансию расширять. Ну и плюс Великобритания, Британская империя. Большая часть мира была под британским колониальным игом. Естественно, таким языком стал английский. Но есть еще целесообразность. Если вы будете в других городах, особенно если в Китае, Японии, иностранцы не поймают иероглифы. Поэтому в любом случае должны быть какие-то указатели на дорогах, указатели в метро, указатели, где, например, находится полиция, где находится больница. Должны быть на языке, который понятен иностранцам. И у нас то же самое. Если вы помните, во время Московской Олимпиады объявляли в метро на английском языке остановки. Хотя Америка и Англия, бойкот были Олимпиады, была война в Афганистане. То есть это было такое обострение холодной войны. Тем не менее, если это целесообразно, то можно делать и вывески, и какие-то пояснения. Но если просто так есть возможность на русском, а человек принципиально это делает на английском и не дублирует на русском, конечно, это неправильно. Но это, опять же, таким, что ли, директивным силовым методом делать, наверное, не стоит. Нужно просто, чтобы менялось отношение людей к этому. И люди могли проголосовать, скажем так, рублем своим за то, что они считают правильным. К нам присоединился историк и публицист Евгений Юрьевич Спицын. Евгений Юрьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте, дорогие друзья, я сейчас вас познакомлю с результатами голосования, которые мы на нашем сайте провели. И вот такой вопрос поставили. Что лежит в основе достижения национальной культуры? Потребности рынка так считает 1%, принцип свободы творчества 1%, затруднились ответить 1%, задачи развития общества 97%. Алексей Павлович, а как бы вы могли прокомментировать вот эти результаты? У нас достаточно такой редкой единодушия в вопросе. Да, ну, правильный процент. А тут дело-то все в другом. Вот тут было сказано по поводу языков, да, то, насколько все это дело. Понимаете, учитывая катастрофическую, демографическую ситуацию с русским населением, да, вот, я боюсь, что у нас может произойти так же, как в Америке, да. Я вам напомню, когда мигранты туда приезжали, чтобы получить хоть какую-то работу, они все учили обязательно, да, английский, хочешь, хочешь, что. А потом ситуация резко изменилась. Американцы были вынуждены учить языки мигрантов. Потому что если ты врач или ты там учитель, просто чтобы сохранить работу, чтобы учить, вот, и если у нас так же дальше будет, собственно, нашим русским человеком, с нашим русским языком, то здесь, конечно, угроза абсолютно прямая. Но развитие общества, да, ну, это такая общая фраза, развитие куда, в какую сторону, во имя чего, да. И вот то, что тоже здесь очень хорошо прозвучало по поводу этих вывесок. Понимаете, в постмодерне язык, он вообще уходит на задний план. Язык, он всячески нам создает обертку красивую. А внутри может быть абсолютно гадостная вещь, да, вот. А вот в советской культуре как раз-таки было по-другому. Почему язык был ценен? Потому что он раскрывал именно внутреннюю сущность. Красоту, творчество, познание, технику. То есть язык, он именно этим был ценен, да, а не как какое-то вот обслуживающее, которое вот создает вот эту вот красивую, да, оберточку и прочее, прочее, прочее. Поэтому здесь нужно восстанавливать, на мой взгляд, именно вот такое творческое отношение к языку. Не как какой-то обслуге, не как какой-то вот рекламе, не как какой-то, а вот то, что всегда отличало, да, и то, что всегда... И почему Запад-то всегда восторгался нашей культурой? Здесь сам язык выступал, потому что когда они знакомились с нашими произведениями, они неизбежно хотели его выучить. Сам язык, понимаете, а не то, каким образом все это дело упаковывается. Евгений Юрьевич, вам вопрос. Посмотрите, вот либералы при всем отвращении к либеральной идеологии, они все-таки говорили, что главное это деньги, 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 деньги правят миром. Но тем не менее, сами у нас, они как раз захватывали духовную идеологическую сферу. И сейчас СМИ, кино, театр, музыка, они наиболее поражены вот этим вирусом либерализма. То есть все то, что касается духовного, все то, что касается культуры и языка, оно как раз и наиболее поражено этим вирусом. Как этот вирус оттуда изгнать? Вы знаете, я поправил вас. На самом деле, первичная их задача была не деньги, как это ни странно. Вспоминайте годы Горбачевской перестройки, когда шло промывание, массовое промывание мозгов. Под лозунгами антисвитизма, антикоммунизма, либеральных ценностей, общечеловеческих ценностей. Это звучало из высоких трибун. Они-то как раз создавали почву для тех экономических преобразований, мягко говоря, а по сути дела для контрреволюции. И промывали они, прежде всего, мозги. Причем апеллировали-то они к чему? Они апеллировали к тому, что, дескать, все человечество вступило в новую эру или эпоху своего развития, когда общечеловеческие ценности превалируют над всеми остальными. Национальными, классовыми, социальными и прочее, прочее, прочее. И надо отдать им должное. Они, вообще-то, довольно грамотно и успешно провели эту политику. Потому что, если бы этого не было, то, я прошу прощения, за Бориса Николаевича Ельцина в 1991 году никто бы 57% голосов не отдал. А это, надо сказать, были, может быть, единственные в нашей стране более-менее честные выборы. Более-менее честные выборы. А потом понятно, что они же люди-то были не глупые. Особенно те, кто был за кулисами. Я не имею в виду там лидеров гемшизы, потому что там были откровенные шизофреники. А кто стоял за кулисами, они прекрасно понимали, что вот эта идеологическая подстилка, она потом принесет им преференции, прежде всего, в экономической сфере. И они станут хозяевами жизни в полном смысле этого слова. Не на словах, а на дело. Поэтому и началась реализация программы приватизации именно в том варианте, который проводил Чубайс и компания. Поэтому началась шоковая терапия именно в том варианте, который проводил Гайдар Чубайс и компания. Ну и так далее, и так далее. Как этот вирус изжить? Ну, вы знаете, есть радикальные, конечно, варианты. Но есть куда более мягкие варианты. К радикальным вариантам, с одной стороны, я боюсь, что у нас власть не прибегнет, поскольку они сами плоти от плоти этой идеологии. Они сейчас только мякишируют свою подлинную идеологию уря-патриотическими фантиками. Это с одной стороны. С другой стороны, вот подобного рода радикализм, он может встретить ответную реакцию. Причем довольно жесткую ответную реакцию. Ведь здесь, прежде чем приступить к изменению сознания, надо прежде всего проводить жесточайшую кадровую чистку. Прежде всего, в идеологической сфере. Телевидение, радио, печатные средства массовой информации, дальше Министерство культуры. Музыка, театр. Ну, буквально все, понимаете. Там забито все это кланами. Ладно, мы уберем, условно говоря, одного-двух знаковых фигур. Поменяем шило на мыло. А возьмите, например, средний уровень нашей так называемой интеллигенции. Директоров школ, директоров музыкальной школы, директоров библиотек и т.д. Ну, далеко за примерами ходить не надо. Директором Пушкинского музея-то. Мадам Лихачева. Я понял, о чем вы говорите. Это, конечно, что-то с чем-то. Ну, о чем мы будем говорить, понимаете. Я не буду все ее перлы выдавать. Понимаете. В любом нормальном обществе. В любом нормальном обществе. Даже в буржуазном обществе. В любом нормальном обществе. Такой персонаж был бы вообще сразу. Ему бы выдали волчий билет на все руководящие посты. Во всех. Ничего. Как с гуся вода. Никаких эмоций. Ни со стороны Минкульта. Ни со стороны Администрации президента. Ни со стороны депутатского корпуса. Нет. Ну, наши пытались, товарищи, что-то говорить. Ну, пытались. Слушайте. Попытки-то могут. Знаете, можно имитировать попытки. Здесь должно было быть обращение. Причем во все властные структуры. И в генпрокуратуру, и в следственные комитеты. И т.д. И т.п. Ничего. Она преспокойно заняла пост директора Пушкинского музея. Но самое страшное не в этом. Самое страшное, что она сейчас под себя будет собирать новую команду управленцев. Вот о чем речь-то. Она одна, это бог с ней. А вот то, что она сейчас будет, причем, как у нас раньше говорили, молодежь и подростки. Вот она сейчас эту молодежь и подростков наберет. Да. Я говорю, я не зря это сравнивает процесс с вирусом. Олег Николаевич, я еще раз напомню и с удовольствием напомню, что именно коммунисты долго настаивали на утверждении в России дня русского языка как государственного праздника и добились своего. А какие еще сейчас инициативы есть у нашей партии, у нашей фракции? Давайте я не буду говорить за всю Одессу. Скажу несколько слов о том, к чему имею прямое отношение сам. Вы знаете, в последнее время меня очень волнует одна вещь, про которую почти не говорят. Политики совсем, да и деятели культуры не особенны. Эту вещь я бы назвал образованием души. Я имею в виду тот факт, в частности, что современные школьники очень мало читают, в том числе классической литературы. Это прямо сказывается на психологических структурах личности. Человек, который смотрит картинки, совсем не тот тип личности, который читает книги. И вот результат социологического опроса за последнее лето. Примерно четверть детей прочитали 6-7 книг, но это читающие. Меньше четверти прочитали 3-4 книги, это так-сяк. 30% – это те, кто прочитали одну или две книги, то есть практически не читающие, но остальные не читали вообще ничего. Причем, чем старше дети, тем меньше они читают. Какие будут последствия, сейчас никто не знает, но я хочу напомнить, что согласно исследованиям психологов, даже еще в страшном 92-м году советское наследие, наследие, так сказать, проклятого прошлого было сильно, и почти 60% подростков были с альтруистической ориентацией. То есть были способны сопереживать другим, помогать и так далее. Ну, в соответствии с традициями нашей советской и, кстати, до советской культуры тоже. Но по последним исследованиям таких осталось только около 15%. То есть в 4 раза их количество сократилось. И мы внесли законопроект, который предполагает, а, перевод единого государственного экзамена в добровольный режим. Да. Но если тебе позарез нужен московский и питерский вуз, ну, сдавай единый государственный экзамен. Хотя мы и здесь бы, конечно, ввели дополнительные испытания. Если собираешься поступать в вуз или в колледж в своем регионе, зачем тебе этот самый ЕГЭ, который гробит все проблемы воспитания, не говоря уже о том, что во многом превращает человека в дрессированное, я бы сказал, такое образовательное животное. И мы предложили ввести в качестве обязательного экзамена, экзамен по литературе, но ни в коем случае не в виде ЕГЭ, а на выбор либо сочинение классическое, либо литература устно. Что лучше у тебя получается, то и покажи. Главное, чтобы ты показал, что ты прочитал наше великое наследие. До советское и советское. Знаете, еще минуту задержу внимание. Иногда бывает так. Вот внесешь предложение, его вроде бы восприняли, но реализовали так, что отец родной не узнает. Мы долго добивались, чтобы были введены элементы устного экзамена. Вот в классе появились элементы предустного предэкзамена по русскому языку, но если вы откроете сайт Рособорнадзора и прочитаете, как оцениваются результаты этого экзамена, вы очень удивитесь. Не важно, что вы там говорили. Важно, сколько фраз вы произнесли. Засторонены ли вы все микротемы или не все микротемы. И подобное формализованное, как бы так сказать, билиберда. Вот понимаете, нам нужно возвращать подлинный смысл нашего образования, в частности, преподавание гуманитарных предметов. Моя любимая учительница литературы говорила, что это не учебный предмет, а воспитание души. Пока мы этого не сделаем, у нас будет масса проблем и только нарастающих. Это не только наши проблемы, но мы, прежде всего, беспокоимся о свою сторону. Алексей Павлович, если поговорить просто о статистике, статистика, конечно, печальная. Еще раз скажу, 20 век, это был русский век. Две трети мира, если не больше, учили русский язык, везде вас понимали. И в Восточной Европе, практически в любой стране. Я помню польского президента, забыл, к сожалению, фамилию, лет 10 назад, который великолепно говорил по-русски, просто без всякого акцента. А что мы сейчас имеем? Вот 258 миллионов человек в мире говорят на русском языке. Это данные прошлого года. И русский язык неуклонно опускается, опускается, опускается. Вот буквально на днях сообщали, что его опередил еще и по-португальски, просто по своему распространению. А зона распространения русского языка сужается. Что с этим делать? Раньше наши власти взирали на это совершенно равнодушно. Но ведь можно же все это реанимировать. Я уверен, что русский язык в мире ждут. Так у меня была же поставлена цель догнать Португалию. Вроде как не получилось по экономике. Поэтому чего удивляться-то? Португалия догоняла нас. Ну, опять же, вы понимаете, если за эти десятилетия, что мы предложили миру-то? Когда Юрий Алексеевич Гагарин в космос полетел, там люди, может быть, многие не знали, где там СССР, страна-то. Но восприняли, заинтересовались, приобщились. Туристы, которые приезжали, посещали наши культурные заведения, приобщались. А мы-то что? Что мы? Что мы в последнее время дали? Зачем? Нами интересоваться. И, кстати, именно с этим во многом связан вот этот агрессивный шквал так называемой отмены. Вот в советские времена можно было себе это представить? Да зря стараться только. Как можно Харламова отменить? Кто вообще вот это? И поэтому тут, опять же, на мой взгляд, когда у нас, к сожалению, часто этим оправдываются, понимаете, как неким комплексом, да, вот эта агрессия с той стороны, да, она всегда была. Она при Иване Грозном была. Но самый лучший способ ей противостоять – показывайте миру самое лучшее. Там, там, там. Все, и тогда это все исчезнет. И не нужно этим прикрываться. Поэтому развитие, вот то, что здесь абсолютно верно прозвучало, развитие, нам нужно возвращаться, нам нужно становиться подлинниками, и какими мы всегда были. Когда Чайковский приезжал в США, там билет невозможно было купить. Все распродано. Про советские тоже я не буду говорить. И про театральные коллективы, и про балет, и про… А сейчас мы, к сожалению, в этом смысле, мы перестали быть подлинниками. Мы стали копией Америки. А копию зачем смотреть? Причем в тайничной копии. Абсолютно, да. И это везде, во всех областях, во всех сперах. Слушайте, раньше за счастье зарубежные режиссеры и актеры почитали приехать на Московский международный кинофестиваль. А сейчас мы платим колоссальные бабки с тем, чтобы какую-то звездульку пригласить, облизать ее и т.д. и т.п. Якобы мы придаем тем самым или возрождаем тем самым международный статус этого кинофестиваля. Но даже если вы это формально сделали, посмотрите на конкурсную программу. Вы мне можете назвать за последние два-три десятка лет какие-то фильмы, которые получили призы, в том числе наши? Я не помню. Но вот об этом и речь. А советские фильмы и на Каннском, и на Берлинском, и на Московском фестивале, которые получили призы, ну, «Летят журавли», что далеко за примерами ходить, или, например, знаменитый фильм Чухрая «Баллада о солдате». То есть практически каждый год создавался один, два, три киношедевра мирового уровня. Вот отсюда, кстати, и была тяга к советской русской культуре. Потому что за рубежом советская всегда воспринималась прежде всего как русская. Это тоже важное обстоятельство. Многонациональная советская культура, но она была как бы олицетворена в русской кинематографе. Кстати, никто на это не обижался, я только сейчас помню. Нет, никто не обижался. Более того, гордились, когда какого-нибудь украинца, узбека, прибалта, за рубежом называли «Араши», но он понимал, что под этим имеется в виду и русские, и все народы Советского Союза. Поэтому эта проблема, она во многом, конечно, сейчас носит... Вот вы назвали цифру 258 миллионов. Это ужас. Это ужас. Значит, получается, что провал просто катастрофический. Если в Советском Союзе к моменту его развала проживало почти 300 миллионов... Только в Советском Союзе. Только в Советском Союзе. Считаю остального мира. Да, 300 миллионов. Дальше все страны Восточной Европы свободно говорили на русском языке. Я просто был в начале 90-х годов в Праге. У любого прохожего можно было по-русски что угодно спросить. Даже у молодых ребят, школьников и студентов, они все тебя понимали, все прекрасно. Старшее поколение в Китае сейчас все поголовно еще знает русский язык. Вот я вам об этом и говорю, понимаете? Артемий, что хотели добавить? Есть еще один важный аспект, о котором мы сейчас не говорим. Мы говорим о том, что там запрещают русский язык, или сокращают образование на русском языке, или преподавание русского языка. Проблема в том, что сокращается количество носителей русского языка, для которых он родной. И это проблема с демографической политикой России. И косвенно это проблема тех стран, где оказалась русская диаспора, где оказались русские после распада Советского Союза. Почему растет португальский? Потому что растет население Бразилии, Анголы, Мозамбика. За счет этого растет число носителей португальского языка. Не потому, что люди хотят учить португальский, или Португалия ведет какие-то курсы и пропагандирует свой язык. И вот то, что сейчас делается в Восточной Европе, в многих странах СНГ, начинали со стран Балтии, это ограничить, закрыть русские школы. Чтобы уже даже те дети, которые сейчас учат русский язык, чтобы их дети уже русский воспринимали как второй или как иностранный. Мы знаем, я когда ввел научную работу, я был на стажировках в Америке, я общался с детьми, родители которых уехали в 70-80-е годы. Да, в семье они как-то говорят на русском, но между собой уже на английском. И для них русский это как, ну да, родители, там бабушки с дедушки говорят, но для них это уже второй язык. Они его не воспринимают как свой родной. И их дети уже будут говорить только на английском. То есть, да, они уже думают на английском. Да, да, поэтому нужна именно демографическая политика, чтобы не сокращалось количество носителей русского языка ни у нас в стране, ни в тех странах, где остались русские, русская диаспора после распада Советского Союза. Алексей Павлович, вот Евгений Юрьевич очень важную тему затронул. Я хотел бы немножко развить, но применительно к чиновникам. Вот позиции в образовании, в культуре, там на региональном и федеральном уровне занимают часто люди, которые в той или иной форме воспитывались на программах Сороса, выпускники курсов Сороса, прошли через западные программы, западные гранты, многих возили туда на разные курсы. Вот как вы думаете, эти люди будут продвигать русскую культуру? И как от них избавиться или как их перепрограммировать? – А тут очень яркий пример. Помните, когда по центральному телевидению психованная девица в прямом эфире рассказывала, как ее насиловали? Да, вы как ее насиловали? Она получила сразу известность, огромное количество… – К счастью, я этого не слышал. – Переживали, я не помню, как ее фамилия, когда там переживали. Смотрите, вот сразу возникает интересный вопрос. А почему по телевидению не транслируют, не пропагандируют нормальный, честный, созидательный труд? А потому что все наши нынешние управленцы, они к этим сферам, которыми они управляют, никакого отношения не имеют. Они не знают, что такое в цех спуститься, если ты инженер и еще кто-то. Они не знают, что такое детский класс, студенческая аудитория, но, тем не менее, управляют всеми этими вещами. И поэтому отсюда, разумеется, каким образом, что они могут нести подрастающему поколению, что они могут показывать в качестве идеала. И если вы формируете у детей, опять же, дети не виноваты. За все отвечают взрослые, это зеркальные наши отражения. Но дети, они видят, что их призывают к чему? К культ успеха, причем быстрого, трудиться не надо. Посмотрите, зачем это сам библиотекам 5-10 лет учиться? Послушай 15 минут этого бизнес-коуча, какого-нибудь волшебника-психолога, и все, и будешь сразу денежки за счет обмана другого. Это страшная абсолютно вещь. И в этой связи призывать их к тому, чтобы они понимали великую русскую литературу, ну, это абсолютно неадекватные требования. Они, в принципе, так себя не будут вести. Если вы на официальном уровне везде транслируете другое, а потом вы сами живете по-другому. Более того, для них герои классической русской или советской литературы в прямом смысле смешны. Они их психологически уже не понимают. Да, и они любят их обсмеивать. Помните, такие были, типа, капустников, вот при Горбачеве, когда все наши святые символы просто десакрализировали, оплевывали, осмеивали. Так вот, Евгений Юрьевич, советская культура, русская советская культура, вообще русская, советская, для меня трудно это разделить, она была просто мощнейшей. И она воспринималась во всем мире, справедливости ради, без особого такого продвижения, потому что она была интересна. Вот сейчас, в последние 30 лет, я действительно не могу припомнить ничего. Даже сейчас появляются какие-то патриотические вещи, но они по сравнению с советской культурой просто убогие, жалкие. Почему мы сейчас, ну, талантов-то в народе много, почему мы сейчас не можем противостоять этой культурной агрессии? Вот идет, допустим, СВО, страна меняется, но где наши произведения мощные, где наши фильмы, где наши песни, там, ну и все прочее? Ну, тут много причин, это целый комплекс причин. Я сейчас, может быть, скажу вещи непопулярные, но я глубоко убежден в том, что взлет и русской, и национальной имперской культуры, и советской культуры, он базировался прежде всего на цензуре. Ну, не без этого, конечно. Прежде всего на цензуре. Вот у нас частенько поминает эпоху Николая Первого и знаменитый чугунный устав. А вы знаете, что именно в эпоху Николая Первого, вот Алексей Павлович меня поддержит, во-первых, произошел действительно расцвет русской национальной поэзии и литературы, расцвет творчества Пушкина пришелся на Николаевскую эпоху, 25-37 года. Лермонтов, великие произведения Лермонтова, на ту же Николаевскую эпоху. Николай Васильевич Гоголь. Ну, я вам могу перечислить такое огромное количество наших национальных гениев. Посмотрите, чугунный устав Николая дал золотой век русской культуре. Русской поэзии и литературе, как минимум. Затем, при Александре Втором принимается новая редакция этого устава. Смотрите, происходит новый взлет русской национальной культуры и литературы. Чехов, Толстой, Достоевский, ну и так далее. Но потом большевики достойно держали планку. А вот я вам об этом и хочу сказать. Дальше. Наличие художественных советов. Вот их частенько поливали грязью. Но даже сейчас самые жесткие критики этих художественных советов времен советской власти признают, что без этих художественных советов не было бы советских шедевров. Дальше. Вы сравните творчество, например, Эдика Рязанова советского и постсоветского периода. Это два разных человека. Творчество гайдая советского и постсоветского или позднесоветского периода. Кого не возьми. Безбрежная свобода. Делай все, что хочу. И все буквально рухнули в пропасть. В грязь, я бы сказал. В грязь. Понимаете? То есть была руководящая и направляющая сила. Потому что если самому человеку не хватало такта, вкуса и так далее, его поправляли. Это был коллективный разум. Собирались в этих худсоветах. Там, понятно, было каждой твари по паре, как у нас принято говорить. Но там собирались не самые худшие представители отечественной культуры, отечественной науки, отечественной управленческой элиты и так далее. Сейчас в условиях так называемой безбрежной свободы появляется сплошной хлам. Почему? И в данном случае я опять возвращаюсь к замечательному докладу мною обожаемого Андрея Александровича Жданова по поводу журналов «Звезда и Ленинград». Свобода творчества художника в буржуазном мире – это мнимая свобода. Потому что она зависит от толщины кошелька того, кто заказывает музыку. Вот у нас вот эти вот вориши и заказывают музыку. А что для них важно? А для них важна прибыль. Олег Николаевич, ну и практически заключительный вопрос нашей программы. Но вот 30 лет в России строили олигархический капитализм. Капитализм совершенно не свойственный нашей стране, ни под каким видом. И под него настраивалась соответствующая культура, если можно так выразиться. Под него изменялся и просто коверкался, уродовался русский язык. Можно ли изменить ситуацию в культуре, оставив в неприкосновенности базис? И если менять, то с чего начинать? Я думаю, для марксиста ответ очевиден. Базис лежит в основе. Но нужно иметь в виду два обстоятельства. Первое. Капитализм тоже бывает разный. Бывает первоначальный, дикий, звериный. Ну такой, какой мы получили, скажем, в 90-х годах. Да и не слишком далеко ушли сейчас. Бывает капитализм более социальный. Ну, например, мы видим, что происходит при всех проблемах в той же самой Скандинавии. Хотя, между прочим, говорят, что в Скандинавии уровень самоубийств выше, чем во многих других странах при всем благополучии и явном наличии социального государства. И вторая оговорка состоит в том, что культура, как любое следствие, оказывает влияние на причину, которая ее порождает. Поэтому, конечно, начинать нужно с базиса, но ни в коем случае не недооценивать роль культуры как фактора, влияющего на историю в целом. Я напомню, что во многом Октябрьская революция 1917 года была подготовлена русской культурой с колоссально сильной в ней идеей социальной справедливости. Ну, и если позволите, поскольку у нас День русского языка, я хочу закончить строками Вадима Шефнера, которые звучат примерно так. «Есть слова, словно раны, слова, словно суд. С ними в плен не сдаются и в плен не берут. Словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести, словом можно продать и предать и купить, словом можно выразящий свинец перелить. Но слова, всем словам в языке нашем есть. Слава, Родина, верность, свобода и честь». Хотелось бы, чтобы прежде всего все наши педагоги и деятели культуры об этом не забывали. Наша культура, наш язык обладают огромным потенциалом. И вот даже мы с вами на нашей жизни видели в 20 веке, что этот потенциал способен перевернуть весь мир. Будем надеяться, что и в 21 веке произойдет что-то подобное, и русский язык станет как раз, как и был, языком освобождения от неоколониализма. А с вами была программа «Точка зрения», я и ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания. Продолжение следует...